Прихожу к Тебе Прихожу к Тебе я скволою Чудеса Твои велики И любовь Твоя сильна О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты Буду петь Тебе я вечно За Твою любовь и милость, что даришь Ты нам с небес Буду петь Тебе я вечно За Твою любовь и милость, что даришь Ты нам с небес О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты И один достоин Хвалы Поднимаем к небу руки В Тебе радуемся мы О, Ты один достоин Хвалы Поднимаем к небу руки В Тебе радуемся мы О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты От погибели спасла меня, милость Божия И отчаяние нашла Меня милость Божия То, что я еще живу То, что Господу служу Это милость Божия Это милость Божия То, что я еще живу То, что Господу служу Это милость Божия Это милость Божия Это милость Божия Что грехи мои, он сын Это милость Божия И святой извин Это милость Божия То, что вера мне дана И ведет меня она Это милость Божия Это милость Божия То, что вера мне дана И ведет меня она Это милость Божия Это милость Божия Вновь и вновь благодарю Эту милость Божию И желанием горю Славить милость Божию Эту безу доброты Эту силу чистоты Эту милость Божию Эту безу доброты Эту безу доброты Эту силу чистоты Эту милость Божию Эту милость Божию Все однажды здесь пройдет, Дальше милость Божия От земли Бог заберет Свою милость Божию Там, где место для святых Будет вечно им святить Это милость Божия Там, где место для святых Будет вечно им святить Это милость Божия Это милость Божия Мир вам, Дура Церква Пару человек сьогодні, вчора и сьогодні Спитались у меня, ты проповедуешь? А я не знаю, что сказать Чи это проповедь, чи это будет не проповедь Знаете, я думаю, что это будет не проповедь Потому что у меня трошки другое представление про проповедь Это будет больше как побожание И как, как это сказать, настрой Для того, чтобы настроиться И, знаете, хочу чуть-чуть так зацепити Такую тему, как приготовление Воно дуже великое, как бы касается всего И процесс приготовления, он сопроводит нас Ну, скрізь И завжди цей процесс, он ризный Чтобы мы не делали Даже когда мы делаем одну ту самую справу Например, сегодня мы что-то делали Вон по одному Завтра мы это самое будем делать И этот самый процесс, он будет совсем другой И от этого процесса Приготовления, оно зависит результат Тобто цель, до которой мы готовимся Воно зависит от нашего приготовления И знаете, каждый из нас, кто тут есть Ну, просто каждый Вон относится до самого процесса Приготовления Совсем по-різному Тобто, есть люди, которые, ну, очень серьезно Относятся до процесса, самого процесса Приготовления Знаете таких людей? Я думаю, каждый из нас знает И в какой-то мере мы являемся Такими людьми Не завжди, но бывает Хтось меньше серьезно Относятся до процесса приготовления Хтось, відверто кажучи, так слабо Относятся до этого А хтось взагалі игнорует Игнорует И думает, как-то оно будет Инколи люди, когда игноруют сам процесс Приготовления Будь до чего Вони думают Та что-то придумаю Как-то выключусь Как-то буду импризовать А что я не знаю И так как-то получится Та что-то там, если это ежа Та зараз что-то на шкирбу Відкрили холодильник, так Что-то это будет Ага, ничего Нема, да? Часто буває погана подготовка Тобто Підготовка, вона якби є Но вона є погана Я думаю, що якщо є учні або студенти Або хтось здавав недавно якісь екзамени В DMV чи ще десь Ви знаєте, що таке погана підготовка Тобто ви, вроде бы, тратите час Ви щось робите Ніби готуєтесь І коли приходит цей результат Ви розумієте, що це була погана відверта підготовка Тобто, про що говорить, що це була погана? Результат Тобто, ви або щось не получили Або воно получилось, ну, зовсім погано Не так, як ви це ожидали І у когось так, що це буває Якби серйозна підготовка Хтось тратить багато часу на це Хтось багато тратить рішучості на це Хтось переживання Багато переживає за результат І от він суетиться, суетиться І з одної сторони, коли глянемо на це Це ніби добре Тобто, людина переживає Вона хоче, щоб був хороший результат Але дуже часто в цій приготуванні В цій суеті Цій чрезмірній такий Получається трошки наоборот Получається мінус Такий приклад Хто з вас купував колись Якісь там квитки полетіти Ми всігда шукаємо щось дешевше Ну, зекономити хочемо, да І буває таке, що Тобі кажуть, от, берем Ти такий, ну, щас, давай прощитуєш Ага, там то, там друге Потім таке, а може почекаємо понеділка вечора Або там, коли там краще купляти квитки А в квитки в серду Чи коли Начинаєш чекати, чекати Приходиш до последнього моменту І купляємо, що? Дорожче Тобто, ти ніби готувався Ти вкладав якісь усилі Ти прораховував Ти висчитував Ти переживав Вроді, хотів краще зробити Але виходилося, як завжди, хуже Або, знаєте, найярший примір Це зараз, коли у нас всіх буде Підготовка до праздників До свят Хто готується до свят? Я думаю, жінки вдома Прибирають Украшають Готуються Готуються І, знаєте, буває дуже часто Що ти настільки готуєшся Що коли вже приходить момент свята Ти вже не хочеш ніякого свята Ти вже хочеш Оставте мене в покої І чіпси оставте Я кажу, так? Тобто, все Я не хочу вже свята Я настільки наприготувався Що мені вже воно не потрібно Воно вже мені, як кажуть, не мили Вже мені не хочеться цього свята Тобто, ти вклався в сам процес приготування Але потіряв результат І, знаєте, вродь би Дуже багато моментів цього приготування Так в чому проблема? В чому проблема? А проблема в тому, що Ми теряємо оцю ціль Ради чого це йде приготування? Інколи ми або нехтуємо приготування І ми втрачаємо ціль Або ми через міру Як би, робимо фокус на приготуванні І знову втрачаємо ціль Тут і якраз є проблема В тому, що ми можемо потіряти Як би, ціль приготування Так от сьогодні Непросте сьогодні служіння Ви бачите, що Сьогодні в нас є знаки Воно потребує більш детальної Нашої підготовки Особливо кожного із нас серця Кожний з нас повинен підготовити Своє серце для цих знаків І постає питання А коли старт цієї підготовки? Коли і який? Знаєте, писання нас вчить не судити І це правильно Але ми часто бачимо Або поведінку людини Або те, що людина подає Не завжди наша оцінка Вона є правильна Більш за все ми ошибаємося В тому, що ми бачимо Але ми бачимо То, що людина показує І знаєте Є люди, які готуються За пару днів До спомену смерті Господньої Ми знаємо, вони можуть ще з п'ятниці почати Піст, молитися, готовити своє серце Є такі люди Я думаю, або ви є такими Або ви знаєте таких людей Є друга крайність Є друга крайність, коли люди Відкладають оцей процес Приготування свого серця На той момент, коли вже взяв хліб І от в той момент Він починає готовити своє серце І От де оцей старт повинен бути Знаєте, я хочу от сьогодні От то, що я говорив Це буде як Якби побажання для нас Я хочу запропонувати Кожному із нас Вже зараз От з першої Не проповіді А от такої, якби Побажання Вже починати цей Приготовку Приготовку своїх думок Свого серця До вечері Господній Давайте прочитаємо Луки 22 глава Настал же день Опресників Котори надлежали Закалати пасхального анця І послали Ісус Петра і Іоанна І сказав Пойдіть Приготовте Нам єсть пасху Тобто Ісус їх посилає І говорить Приготовте Тобто Зробіть Щось Потрібно до чогось Було приготовитися Вони це зробили Як він сказав І знаєте Тут ми бачимо Що Господь Дає їм Поговеління Приготовитись До чого Вони вже звикли Тобто Настає день Настає праздник До який вони І готовились І до того І без Христа Це робили Бог їм каже Ісус Христос їм говорить Приготовте Це звично Що ви завжди робили Вони Приготовили І от в цьому Звичному Для них Коли вони вже Починають Вкушати вечерю Він робить Вкладає Щось незвичне Для них Щось нове І спочатку Зовсім незрозуміле І от в Луки 22 19-20 вірш Що він вкладає Нове В то Що вони вже звикли Так же 19 стих І взяв хліб Під час вечері І взяв хліб І благодарил Приламил І подав їм Зговоря Сієюсть тіло моє Которе за вас Придається Сією творіті В моє Воспомінання Так же і чашу Після вечері Говоря Сія чаша Єсть новий завіт Моєй крові Которе за вас Прилівається Двіться Вони Звикли до Вечері Пасхи Вони це робили І під час цього Він вкладає Зовсім новий Смисел І говорить Для чого це робити Так само в нас Ми звикаємо До служінь Кожну неділю У нас служіння Ми до цього Звикаємо І потім Настає такий момент Коли перед нами Стають оці Чаші І хліб І ми розуміємо Що це служіння Вже є Не обичне служіння Як завжди А воно є Особливим служінням Що його робить Особливим Якраз оці знаки Роблять Його і особливим І воно потребує Чого воно є Особливим Зовсім іншої Підготовки потребує Нам потрібно Готуватися до Кожного служіння Але тут особливо Кожний за себе Так же саме Це місце Описується В Коринфлінах Там просто є Два моменти На яких я зараз Хочу звернути увагу З 23 стіха Подумайте Що сам Ісус Христос Павел Говорить Що Ібо я Самого Господа Принял то Що і вам Щас буду розказувати І він Начинає їм Розказувати Тож Наскільки це важливо Що сам Ісус Христос Почитав нужним Апостолу Павлу Передати все В деталях Як потрібно це робити І він Дальше Павел Описує І от Дважди він говорить Що в моє Воспомінання За хліб За вино І потім В кінці Він говорить не в кінці А 26 стіг Ібо всякий раз Кога ви Єдите хліб І п'єте Чашу Сію Смерть Господню Возвіщайте Доколі Он придет Тож Ісус говорить Що це значить Для нас І от Я хочу Звернути нашу увагу На два момента Перше Це В моє Воспомінання А друге Це Смерть мою Возвіщаєте І от Це другий момент Починаємо З другого Коли ми Приймаємо хліб І вино Що воно для нас Воно для нас Те, що ми Показуємо Ми Возвіщаємо Возвіщаємо Це якби Показуємо Те, що Через це Ми маємо Прощення гріхів Тобто Кров Христа Вона омиває нас Вона прощає Наші гріхи Ми покажемо В що ми віримо В кого ми віримо І ми показуємо Свою надію На кого І Оце є Возвіщення Перше Оце Моє Возвіщення Що це таке Моє Возвіщення 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 Чого Якого Моменту Смерті Возвіщення Чи життя Ісуса Христа З учнями Возвіщення Возвіщення Моє Возвіщення Чого Знаєте Зачастую В основному І це є правильно Це є нормально Зачастую Ми згадуємо Лише смерть І сам процес Смерті Ісуса Христа Але учні ще не знали Учні ще не знали Що він пострадає Що він буде розп'ятий І він їм перед цим говорив Оспоминайте мене Знаєте Коли людина Вмирає Ми згадуємо Про неї Що ми згадуємо Все Все хороше І все ми згадуємо Ми не тільки згадуємо Оцей момент Смерті її Так Ми її згадуємо Воно Отпечаток Ложить на нас Але ми згадуємо Весь процес Як на рахунок того Що потрібно Згадувати усе Тобто Життя Ісуса Христа Страждання Його Процес Смерть І також Воскресіння Все це разом Потрібно згадувати В цей момент Він говорить Згадуйте Вспомин про мене Вспоминайте мене Мене вспоминайте І от я хотів би Запропонувати вам сьогодні Можливо це буде Незвично для вас Якщо ви хочете Можете спробувати Як я говорив Це підготовка Кожного з нас особлива Особиста Спробуйте От зараз От під час Всього служіння Під час того Як ви будете Приймати хліб І кров Ісуса Христа Як вино Попробуйте Згадати От думайте Про це під час Всього служіння Напроті Життя От ті моменти Коли вас Бог От касався І ви понімали Ну от Все І ви розкаювалися Оці моменти Ви споминайте Найдіть їх Іменно особливо Вашого життя Ні когось другого Ні якісь розкази Іменно вашого Вспомніть Пожалуйста Милість Божу Яку він явив До вас В вашому житті Найдіть її Вспомніть ті чудеса Які він зробив В вашому житті Для чого? Всі ці моменти Вони Приведуть Нас До головного Вони В любому випадку Приведуть нас До цього моменту До смерті Ісуса Христа За що ми будемо Вдячні Йому І потім Оце Заради чого Це все є реальним Воно Відкриває На момент Надії На цьому Не зупиняється Не зупиняється На смерті Ісуса Христа Раді цієї Смерті Ми маємо Життя вічне І от Весь оцей Процес Від початку І от Можна сказати До кінця Оце Потрібно Згадувати Я хочу побажати Щоб ми Ото були Сьогодні Сфокусіровані Ото на цьому моменті Ото на протязі Усього Служіння І от до самого Кінця Спробуйте Я не знаю Чи відчуєте Він якусь різницю Чи ні Але я бажаю вам І собі Ото таке Давайте помолимося Амінь Покажіть Мені Любовь Без Ісуса Без Ісуса Без Ісуса Без Ісуса Без Ісуса Небе там Людей всех любить Що единственного Сына Мир послал Ты приди к Нему сейчас Он не погубит За Тебя Ісус Если страдать Без Ісуса Бог є Любовь Самокупне Солеженство Бог є Любовь Полната і Глубина Бог є Любовь Найбільші Блаженства Бог є Любовь Він все Він все Не знайдеш Ты, милый друг Любви Без Бога Нет ее Нигде на свете Без Христа Ложних Ложних Чувств На земле Стремлений Много Настоящая Любовь Без у Христа Бог є Любовь Самокупне Совершенство Бог є Любовь Полнота і Глубина Бог є Любовь Найбільші Блаженства Бог є Любовь Найбільші Найбільші Блаженства Бог є Любовь Найбільші Він все І�anka Вокруг нас Люди Голоса И лица Вот плачут женщины Вот слышен смех А вот один, что под крестом склонился Идет на казнь Идет на смерть Ты постарайся не смотреть Не слушай, что говорит, что делает толпа В лицо одно смотри сейчас получше В того, кто под крестом упал Мы поравнялись с ним Он близко, рядом Как слиплись пряди на его лечеле Мы встретились с его печальным взглядом И кровь мы видим на земле Смотри, его ударом вновь подняли Заставили идти, и он идет Смотри, мой друг Как жертву люди гнали И твое сердце пусть замрет Смотри на этот лик От боли белой На руки, что легли на этот крест Смотри, как разбинают это тело Смотри, как был наказан грех Смотри, глазам твоим пусть больно будет Такого ты не видела никогда Тяжелый крест Вкопали в землю люди Исполнив Приговор суда И этот Здесь, на земле еврейская На Голгофе Иисус все принял на себя Твои проблемы Горесть, изъяны Души неутихающая боль Все на кресте Сокрыто в этих ранах И в этом Божия любовь Смотрись Смотрись в распятого получше Запомни навсегда Лицо Христа И все Чем ты изранен И измучен Сложи у этого креста Никто тебе на свете не поможет Никто не даст душе твоей покоя Никто Но этот Распятый Сын Божий Готов Все разделить с тобой Открой пред Иисусом Сердце настиж И Он тебя простит Он все поймет И после столь ужасного Ненастья Ты обретешь покой И мир И счастье И в твою душу Тишина придет Аминь Дорогие братья и сестры Мы вас рады приветствовать В этот день Вы знаете Вот сейчас звучало стихотворение И оно нас перенесло В Иерусалим Веда Лароса И сейчас вот Руфи песню споет О городе В который мы все стремимся К небесному Иерусалиму И хочется чтобы мы И духовно И физически Как будто прикоснулись Вот К Господу нашему Иисусу Христу И потом я Тоже спою песню Которая будет Продолжать Рассказывать нам Об Иисусе Христе Который Жил там На той земле Здесь на земле Иисусе Христе Есть на небе город Чудный город света Там нужны болезни И печали нету Там живут святые Там и крают кусты Воспевая славу Господу ищу Болезни там нет Не газнет там свет Иерусалим Там вечно живут Там песни поют Иерусалим Иерусалим Ты город святых Ты город живых Иерусалим К тебе я стремлюсь С тобою сольюсь Иерусалим Золотом украшен Город тот прекрасный Лишь тебе Иерусалим Вечно буду счастлив Жизнь мою преобразит Здесь в земной долине Что покой в душе найти В Иерусалиме Болезни там нет Не газнет нам свет Иерусалим Там вечно живут Там песни поют Иерусалим Ты город живых Ты город святых Иерусалим К тебе я стремлюсь С тобою сольюсь Иерусалим Братья, мои сестры Скоро будем вместе Воспевать Ишуа Радостные песни Так товарищи на земле Вместе славить Бога Чтоб стала нам святой В небе за дорогой Болезни там нет Не газнет там свет Иерусалим Там вечно живут Там песни поют Иерусалим Ты город живых Ты город святых Иерусалим К тебе я стремлюсь С тобою сольюсь Иерусалим Он шел в полдневный зной В пыли больших дорог Учил любить Прощать Обиды Боли Он смыты рями Ел Не проклинал Врагом Склонялся к тем Кто был в нужде И горе Учитель Свой путь пройти Я должен так Как сделал это Ты Учитель У ног твоих Я вновь учусь Любить людей Как ты Учитель Ведь нелегко Нести чужое время Так как ты Учитель Я все смогу Но только будь Всегда со мною Ты Он видел Грош вдовы И Магдалины Плач Дарил он Страждущим Любовь И счастье И Никодиму Он Путь Веры Указал И К прокаженным Проявил Участье Учитель 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 Свой путь Пройти Я должен Так Как сделал Это Ты Учитель Учитель У ног твоих Я вновь Учусь Любить людей Как ты Учитель Учитель Ведь нелегко Нести чужое время Так Как ты Учитель Учитель Я все смогу Но только будь Всегда со мною Ты И мы пойдем За ним Покрутить Недорог И Он Научит Нас Любви Смиренью И Мы Ты Ря Принять О Мщ Не Позабыть И Указать Заблудшим Путь Спасения Учитель Свой Путь Пройти Я должен Так Как Сделала Это Ты Учитель У ног Твоих Я вновь Учусь Любить Людей Как Ты Учитель Ведь Нелегко Нести чужое Время Так Как Ты Учитель Я все Смогу Но Но Только Будь Всегда Со Мною Ты Учитель Свой Путь Пройти Я Должен Так Как Сделал Это Ты Учитель У ног Твоих Я Вновь Учусь Любить Людей Как Ты Учитель Ведь Нелегко Нести Чужое Время Так Как Ты Учитель Я Все Смогу Но Только Будь Всегда Со Мною Ты Аминь Приветствую, дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Божия. Я хочу сказать, что меня всегда радовало и удивляло вот это единство Духа. Люди разного возраста, разных поколений, но в Господе они говорят об одном и том же. И сегодня с самого начала собрания, когда брат вышел и стал говорить, я подумала, вот оно, единство Духа во Христе. Я не знала, что дочь наша Катенька и внучка Руфочка будут, о чем они будут петь, о чем говорить, но опять единство. Вы знаете, я тоже испытала такую радость, Господь мне послал побыть на святой земле. Вот эта песня, которую пела Руфочка, мы пели, когда было восхождение в Иерусалим. И мы пели, представляли вот этот святой город, город небесный, в котором мы все встретимся со Христом и увидим его, как он есть. И потом, в это время, проведенное там, на святой земле, оно касалось сердца, казалось, ты идешь по следам Христа и видишь их, эти следы, эти события все, как будто в Библию попал, в Евангелие. И когда я возвращалась, я думала о том, а что я буду рассказывать, какие чувства пережила, какое состояние, что я видела. Я подумала о том, что если я не увидела на этой святой земле Иисуса Христа, то мне не о чем рассказать. Нечего рассказывать тогда. И вспомнила слова вот регента Мишенькиного папы Алексея Ивановича, который говорил, если в песне нет слов о Христе, то не надо эту песню петь. Если в стихотворении, какое бы оно ни было романтичное, красивое, воспевало там природу или еще что-то, какие-то чувства, но там нет о Христе ничего, то незачем его и рассказывать. Я думала о том, что я приеду и буду рассказывать о Христе. И вот я сегодня шла сюда и приготовила это стихотворение. И вот уже половина собрания рассказывает то, что хотела рассказать я. И это говорит о том, что мы в Господе имеем единство Духа и слава Ему за это. Я очень благодарна за то, что сегодня так вот в приготовлении к причастию, соединению Церкви со Христом Иисусом звучит то, что объединяет и соединяет нас. Пусть тепло среди греховной стужи их согреет на дороге трудной. Не спешите говорить угрозы, адом наполнять их ум и сердце. Расскажите о саронской розе, о нарциссе трепетно весеннем. Расскажите, как он прост и светел, Как легко с ним говорить о трудном, Как тянулись руки его к детям, Как тянулось сердце его к людям. Расскажите, как слипались губы, Пить просил колодцу, сев устала. Расскажите, как пошла на убыль слава, Что сперва к нему пристала. Не стесняйтесь простоты и правды, Не стыдитесь ног Иисуса пыльных, С плотником простым. Постойте рядом в лаковых, начищенных ботинках. Он пришел, не выбирая время, Не благоухали ему розы. Он в хлеву родился, В Вифлееме, В запахе соломы и навоза. Расскажите, как он вел беседы, Как бессильно правда Билась в душе. Расскажите, Как был взят жестоко Самый светлый, Праведный и лучший, Как вздыхал непониманием ранен, Как скорбел О людях всех погибших. Он был нежен, Оказался странным. Так любил, Как говорил И мыслил, Как потом Всего Через три года Связанный, Оплеванный толпою Шел на смерть. Чужое, взявши горя, Шел на крест Голговскую стезею. Расскажите, Расскажите, Как наотмашь били, Как молчал он, Истекая кровью. Расскажите, Как его любили Жалкою своей Полую любовью. Расскажите, Расскажите, Как отца просил он Не вменить греха Своим убийцам, Как и висел Истерзанный Мессия, Не ища сочувствия На лицах. Расскажите, Пусть они узнают, Пусть они лицо Его запомнят, Пусть они Губами тронут Знамя то, Что называется Любовью. Расскажите, Люди Так устали, Жизнь у них Как беспощадный Узел. Расскажите Добрыми устами Расскажите им Об Иисусе. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вы знаете, с самого начала сегодня, как уже Верочка, жена моя говорила, сердце мое трогало, молодой брат вышел, проповедует на мове украинской. Некоторые слова до глубины души умиляли меня. Слово умиляли, вы понимаете, что такое умиляли, да, это то состояние, которое нам сегодня необходимо. С другой стороны, нам нужно четко определиться. Мы сегодня будем участвовать, но прежде, чем мы будем участвовать, я уже буду немножко исходить из того, что брат возбудил очень важные моменты. И когда, например, мы участвуем в заповеди, мы как бы должны до этого уже успеть помолиться из того, что мы знаем, где мы были неправы покаяться, исповедаться. Будет, наверное, не очень правильно, если мы берем хлеб и вино и говорим, Господи, прости меня грешника, прости меня грешника, прости меня грешника. Это неправильно. Это умоление жертвы Христа. Мы верой принимаем прощение ранее. Это же для церкви дана эта заповедь. Евхаристия. То есть, это уже принимаем с благодарением. Понимаете, да? Поэтому сегодня мы должны настроиться. Христос говорит, плачьте, не обо мне. А плачьте о себе. И вот тоже, как это сосчитать сегодня в моем сокрушенном состоянии сердца? Как плакать? Ну, как плакать? Я же вижу, что с ним делали. Вот сестры трогательно говорили, песни пели о том, как ему было больно. И мы плакали. И какие мысли? Ах, ах, вот как его? Ах, ах, ах. Кто? Они, евреи, римляне? Или я? Или как важно нам сегодня увидеть там мой грех, мой личный грех в разных видах, да? Он прощенный может быть. И в то же время, одновременно, не все еще у меня освящено достаточно. И всякая скверна плоти, духа, души, она может присутствовать, ее надо постоянно распинать, отрекать, умершлять. Это процессы. И вот это сокрушенное сердце, плакать о себе, что я это сделал ему, что больно сделал, не римлянин, а я ему больно сделал, мои грехи. Почему? Потому что сегодня Евхаристия каждый испытывает в себя свои отношения с Богом. Поэтому я сегодня о своем грехе думаю упрощенным, но должен благодарить и о своем несовершенстве. Сегодня тема будет посвящена оценке, оценке жертвы Иисуса Христа и вообще самого Иисуса Христа. Во сколько мы его оцениваем? Насколько он дорог нам? Насколько велика была плата Бога Отца и Бога Сына? Насколько? Почему? Потому что от того, насколько мы правильно понимаем драгоценность этого бриллианта, мы будем так к нему относиться. Относиться это значит, ну, не грешить так часто и много. Если вдруг кто согрешит, то есть, понимаете, вот как относиться? Или, а, ничего страшного, благодать все покроет. Я хочу, чтобы мы сегодня, рассуждая, мыслили под этим углом, что Иисус Христос пережил, не только Он, что пережил Его Отец. Их можно и делить, и можно не делить. Можно молиться Отцу и Сыну, но они не огорчаются, оно одно единое, но в то же время это личности святые, как и Дух Святой. И они соучаствовали, и они, имея личностные качества, сердца, воли, они страдали, переживали, любили, как и любят. И это мы должны сегодня попробовать попытаться чуть-чуть понять каждый для себя на своем возрасте и языке. Текст, который я хочу использовать как основной, Евреям 12 глава 3 стих, вы его знаете, я его очень люблю, этот текст читать, потому что это уникальный, универсальный текст от чего? От того, чтобы я мог отвлечься от себя, от своего настроения, от своих болезней и духовных, и душевных, и физических, чтобы я, думая, размышляя о Боге, нашел в этом исцеление для своей души. Но в какой момент вспоминайте, брат уже говорил мысль, вспоминайте, мы почитаем. Евреям 12.3 помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Что-то меня не удовлетворяет в этом тексте, что-то неправильно, сегодня что-то не точно написано. А как точно, брат? Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от меня, грешника, чтобы мне не ослабить. Понимаете? Вот душа, смотрите, исцеление и не изнемочь и не ослабить душами. То есть, когда мы начинаем размышлять о смерти Господней непроизвольно, эта сама мысль, она входит через каким-то чудом благодатным и мы умершляемся для греха, чтобы совоскреснуть с ним. И в этом мы получаем исцеление и духовное, и душевное, и физическое. И эта заповедь, это не только духовное, она, понимаете, она связана и с нашим материальным, хотя братья некоторые говорят, ну что, я помолился над хлебом и вином, он какой был, такой остался. Да нет, не остался он такой. Я не говорю, как мыслят католики или там православные иногда, но я говорю о том, что когда мы недостойно участвуем в этой заповеди, духовно принимая ее, мы можем умереть раньше времени физически, заболеть, стать немощными, вы видите, как связано. Значит, это особое, или может быть, благословение, когда мы принимаем неисповедавшись, да, и в то же время это особое благословение и укрепление нашего всего естества. Поэтому я очень хочу, чтобы мы обратили внимание слово помыслите. Помыслите из греческого можно перевести как оцените. Вот давайте мы попробуем сегодня оценим, постараемся оценить вот цена нашего искупления, что она стоила Богу, легко ли ему было. Мы иногда думаем, ну Бог, ему же это все намного проще. Вот мы, да, мы грешные, мы смертные, а он, ему этого иногда и не понять нас. Вот, чтобы у нас не было такого ложного мнения, Бог нам показывает вот этот путь, который он заложил через сына своего, приготовив ему тело, смертное, подобное, как у нас, римлян написано, в подобии плоти греховной. Он был безгрешный, но в то же время он сумел, он болел, он умирал, потому что он был смертный. Вот эта тайна, как ее понять, не могут в Израиле до сих пор, пока еще мы знаем, время для них есть, но скоро поймут. Поэтому я хочу посмотреть сегодня, используя образы библейские, пророчества, читать буду некоторые тексты, чтобы мы увидели, подумали, порассуждали, и чтобы не только я вылезал из пиджака, а чтобы Дух Святой помогал мне говорить такое слово, которое бы касалось бы сердец, ибо вот одного слова будет достаточно, чтобы Бог поменял наше мировоззрение и отношение к себе, к жертве и даже к моим грехам вольным и невольным. Мы с вами будем читать два пророческих текста пророка Захария, 11 глава, во что Израиль оценил Иисуса Христа, и во что мы его оцениваем, и там Захария, 11 глава, 12 и 13 стих читаем, «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою». Это Бог говорит. И далее. «Если же нет, не давайте». И они отвесят в уплату мне тридцать серебряников. Тридцать серебряников. Матфея 27,9 сказано, «Тогда сбылось, сказанное через пророка Иеремию, который говорил, и взяли тридцать серебряников, то есть шекелей, цену оцененного, которого оценили сыны Израилевы». Сыны Израилевы оценили так. Иуда приходит и говорит священникам, «Что вы мне дадите? Я вам его отдам». Они, как люди религиозные, они же не могли шаг влево, шаг вправо сделать самостоятельно. У них была Тора, Танах, и они по ним, под предписанием, они сразу говорят, надо вот дать тридцать, и дают ему, предлагают, тридцать серебряников. Откуда? Исход, 21 глава, 32 стих. «Если волк забодает раба», то есть убьет, если будет тот убит, то господин раба заплатит тридцать, господину раба заплатит тридцать шекелей, тридцать монеток серебряных. То есть цена раба. Раба, вы понимаете, что такое? Это цена очень низкая. Иногда животные, ослы, мулы, кони, верблюды, стоили, ой-ой-ой, как, да? Деяния апостолов, 1 глава 16 стих, когда они ожидали Дня Пятидесятницы, там Петр обращается, там 120 и говорит, «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида» в 40-м псалме. А что? «Об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». Об Иуде, об Иуде Искариоте. Уже было предсказано, что он и Давиду, Бог Духом Святым, открыл, что Иуда будет вот такой человек. Иуда, это апостол, он получил жребий. И мы говорим, но он не мог судьбу изменить, потому что судьба такая была у него. Нет. Вы знаете, Бог ему в последний момент давал, ноги мыл, помните, да, и глаза смотрел. Если бы Иуда покаялся, Господь бы, конечно, просил. Иуда – это особая личность, мы на ней не будем задерживаться, но Иуда был человек, вор, был человек сребролюбивый. И сегодня не важно, есть у нас какие-то накопления или нет. Это не важно. Важно состояние, сребролюбие. Павел говорит, это корень всех зол. Иуда любил, и Иуда в итоге, это зло прошло, он предал Господа Иисуса Христа. Я не думаю, что мы с вами ни разу не предавали нашего Господа и Спасителя. Мы видим, что Иуда и Скориот – это особая личность, и я не буду сегодня о нем говорить, но хочу сказать, он сын погибели, так сказал Христос. И Антихрист, так сказал Павел, сын погибели, два сына погибели. Понимаете, эта тайна покрытая, так сказать, до конца мы не понимаем, но в 13 главе Откровения, когда приходит Антихрист, мы видим, одно, выходит один, это вот тот образ, о котором мы говорим сегодня. Мы видим, выходит один, и выходит второй. Один – это под Иисуса Христа, а второй, имеющий два рога подобных, агнчинь, из земли выходит. Древние толкователи говорили, что это восстанет Иуда и Скориот, который, понимаете, да? То есть, это такое рассуждение. Но об этом не хочу сейчас рассуждать. Вопрос о том, что вот Израиль оценил жертву в 30 серебряников. Странный вопрос. А мы во сколько оцениваем? Мы, может быть, внутренне, где-то на меня обидимся и скажем, ну, брат, ну ты, мы же прощенные, мы же омытые, мы же как бы принимаем. Деяние апостола сказано, мы верою в Иисуса Христа получили прощение грехов и жребий с освященными. То есть, мы получили особую милость, особую благодать. Понимаете, Иисус Христос пришел на эту землю с одной целью, чтобы показать нам и дал нам это спасение, и мы приняли это спасение, и нам хорошо в этом спасении, и мы как бы сегодня хотим, чтобы Господь, ну, все время нам хорошо делал, и чтобы мы в царстве мира сего жили хорошо, оно так получается. И когда начинаются переживания, когда мы не получаем то, что хотим каким-то образом, мы начинаем подобно Израилю, что делать? началось роптать на Него. Поэтому мы ничем от них не отличаемся, и то, что побуждение было в их сердце уничтожить Его, оно и у нас было бы, если бы сегодня пришел бы брат и все время говорил бы тебе против того, как ты себя ведешь и так далее, открывал бы твои глубины сердечные, ты бы тоже, наверное, и я бы, мы бы сказали, распни его. Итак, мы с вами видим, дорогие, что Церковь Иисуса Христа, она получила особую благодать. Как мы куплены? Петр говорит в первом послании, зная, что нетледным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровь Иисуса Христа, как непорочного чистого агнца. То есть мы видим, что вот это, ну насколько вот это вот, благодать-то Божия, понимаете? Насколько это вот цена, как мы можем понять, мы материальные люди, понимаете? Мы понимаем, что цена – это не вопрос денег, хотя образно сказано раба, вот такого раба, самого низшего. Вот Христос пришел, вот ноги ученикам мыл, и вот это не просто раб старший, средний, это низший, это самый низший, вот это вот 30 серебряников. А мы иногда тоже так же относимся к Иисусу Христу, понимаете? Иногда к жертве вот так же относимся, позволяя себе, вместо того, чтобы губы изнутри до крови закусить, и не дать сказать себе, мы все-таки язык свой выпускаем, и мы говорим, и мы грешим, и мы теряем мир и покой. Так вот, что мы видим? Что Иисус Христос пережил? Исаии 52 глава, мы читаем выборочно, он был обезображен, и лик его, и лик лица его, и вид лица его, больше всякого человека. То есть, получается, что его так, вот был фильм «Милогибс» на страсти Христова, помните все? Так вот, то, что там показали, там практически ничего не показали, в сравнении с тем, что было там на самом деле. Понимаете? Потому что невозможно показать то, что с ним сделали, как его унизили и оскорбили, да? Мы человеки. 53 глава. «Изъязлен был за грехи наши, но добровольно был безгласен». То есть, понимаете, то, что брали эту плетку, в которой металлические были пружины, вставлены, и она, вырывая из тела кожу, вырывала, и у него там дырки прям буквально были, истекал он кровью. Это жестоко, это страшно, потому что дьявол хотел убить его раньше времени, раньше смерти, которую Бог определил. И вот это он все пережил, и он молчал. Более того, Матфея 27, 16, он 27, 46, он говорит, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот это, наверное, для него был самый тяжелый момент, для него, для безгрешного. Понимаете, братья и сестры, мы с вами, как возрожденные, иногда согрешим в жизни где-то, вольно или невольно, и как нам плохо становится? Как нам плохо от одного нашего греха? Мы, рожденные Духа Святого, мы, члены тела Христова, где-то согрешили. Муж, жена, дети, члены церкви. Как нам тяжело, нам тяжело, как мы страдаем от одного нашего греха. А Сын Божий, Он взял грех всех времен и все мои грехи. И Он принял. Как же больно было Ему. Возможно ли это? А Он был в теле человеческом, немощном теле, которое переживало, волновало, и то, что у Него в Гефсиманском саду кровь шла потом, это от страшного, внутреннего, вот этого борения. Понимаете, это все не просто так. Ему это не так легко все давалось, дорогие мои. Почему Он не хотел эту чашу пить? Помните, да? Чашу этого беззакония, которая, в общем-то, Ему как святому тяжело было, но Он согласился, Он молчал, Он добровольно принял. И еще интересный момент. Как Он молился? Как Он молился? Как Он говорил? Как Он кричал? Илии! Илии! Лома! Савахвани! Как Он молился? Авва! Авва! Нет! Боже мой! Потому что в тот момент, когда Отец его отставил, Он взял на себя грех, Он уже не мог быть сыном, Он не мог говорить Авва, Отче! Он не мог говорить. Он был грешником, и Он взывал, как грешник, как Илии! Илии! Правда, некоторые не понимают, почему стоящие под крестом сказали, ой, Илью позовет точно. Ой, что это? Почему они перепутались? Знатоки и еврита. Почему? Да потому что имя Илья, Ильяху, или, или, то есть имя Бога в Его имени. Вот и все. Они не могли допустить, что Он Богу молился. Они сказали, Он Илью зовет. Понимаете? Такая вот как бы игра слов, но эти слова прозвучали, и до нас дошли в этом оригинальном варианте. У Марка, по-моему, написано с ханаанским уклоном, это же молитва Его. Пережить богооставленность. Сколько это была богооставленность времени, мы не знаем, дорогие мои. Но мы были по нашей природе грешной, мы были чадами гнева. И мы должны были занять это место. И мы должны были испить эту чашу, но этого не произошло. Мы видим с вами, дорогие, что Бог выпил эту чашу, вино ярости Божией. Поэтому мы видим, что Ему пришлось пережить очень многое. Не оставлена душа моя будет в Аде. Это отдельная, как бы, может быть, большая тема. Но мы видим, что душа Его была в Аде, и она страдала, и нам дано знамение было Ионы Пророка, где сказано, как Иона там в преисподней молился. Может быть, это молитва Иисуса Христа? Потому что Он, когда прожил там внутри победу, не победу, а прожил жертву милостивления, вот это очень важный момент, когда Он пережил в себе вот это. Ведь, понимаете, надо было заплатить. Мы до конца не знаем. Одни говорят, Он пошел туда победителем. Ну, а как слова? Не оставлена душа будет в Аде, и не дашь святому твое вид тление. Как слова этого Ионы Пророка, а как знамение, три дня и три ночи. И что Он там делал? Но Отец увидел жертву милостивления, когда Сын заплатил, и дал им эту победу, и Он эту победу совершил, и Он спас нас. Он занял наше место. В Откровении найдете там чаши гнева, которые люди будут пить. Какие это чаши? Это чаша, которые, вот мы, например, приняли Христа, нам эта чаша, Христос нашу чашу выпил. А люди, не принявшие эту чашу, они будут ее пить. И там об этом написано в 14 главе. Поэтому мы видим, дорогие братья и сестры, что жертва Иисуса Христа, она была очень, как бы, знаете, удивительная, потрясающая. До конца мы даже понять не можем. И я еще очень хочу сказать один момент такой, оставшееся время, уделить внимание не только страстям Иисуса Христа, а переживаниям Отца Небесного, который все время это видел. Вот этому я хочу немножко времени уделить. Почему Бог Аврааму говорит, что возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, которого, значит, смотрите, и подведи в землю Мария, и там принеси во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Почему я читаю этот текст? Помните, Бог сказал Аврааму, Авраам, ты друг мой. Помните? А почему друг? Ведь, друзья, это то, что нас соединяет, наша общность. Мы сейчас посмотрим немножко с вами, что произошло. Там, это же Исаак и Авраам, это некий прообраз того, что будет впоследствии. И мы с вами видим, что Бог сам по себе, Он не Бог язычников, в плане языческий. Он святый Божий. И Он никогда не будет просить человека, даже Авраама, чтобы он взял и, как бы, в жертву отдал своего сына. Это ума не, как бы, даже не понять уму нашему. Пророк Еремия говорит, там Бог говорит об Израиле. Еремия 19, 5. Устроили жители, цари иудейские, жители Иерусалима, высоты, ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем все сожжение, ваалу, да? Чего я не повелевал и не говорил, и что мы в мысли не приходило мне. Понимаете? А как же, Господи, понять то, что ты сказал Аврааму? Оказывается, Бог ему сказал, ты просто возьми его и подними на жертвенник. Вот сделай вот это послушание. Бог не сказал, отдай. Это в нашем периоде сказано, в итоге мы все округляем. Но Авраам, как язычник, прошло, он понял, что надо в жертву отдавать, и он почему, он как бы это и делал. То есть, чтобы вот это устранить, это противоречие. Как Бог сказал отдать? Это же языческие боги требуют. Богу не надо было это. Бог сказал, возьми и вознеси, подними его на этот престол. Причем хочу сказать еще, по моим наблюдениям, вы понимаете, Аврааму было тогда 137 лет, когда Бог ему сказал. А сыну его было 37 лет, не 12 лет. Потому что слово наар, это отрок, оно бывает и отрок, но оно бывает и молодой мужчина, и воин, и слуга, и зрелый. И Самуилу, например, когда он услышал первый раз голос Божий, он уже был около 20 лет. А Давид, когда узнал, что Авесолома могут убить его сына, а сыну уже было почти 40, он сказал, отрока моего только сберегите, отрока, понимаете? То есть, нам немножко непонятно, вот это было, и мы неправильно строили схему. Но представьте, 35-37 лет, молодой мужчина, понимаете, с папой старым, они идут, папа ему ничего не говорит, они подходят к этой горе, и поднимаются, но сыну дает дрова, который заранее приготовил папа, в одну руку берет нож, кувшин с углями, где огонь, и они поднимаются. И во время вот этого подъема, вот это, во время этого подъема, задается вопрос, вдруг неожиданно папа слышит, «Отец мой, вот я, отец мой, вот я, сын мой, вот огонь, и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». И дальше поднимались оба вместе. И они пришли наверх, и они начали собирать жертвенник. Сын помогает папе, папа, сыну. Скажите, пожалуйста, Отец Небесный это видел? Троица видела эту картину? Они разумные, они этот план продумали, но вы понимаете, им не было это так легко. Вот почему Авраам, друг мой, потому что Авраам делал то, что придется отцу сделать. И вот они, когда сделали жертвенник, вот этот из камней, сын большой, крепкий, сильный, он мог папу, а он говорит, папа, сынок, ложись на землю. Сын ложится на землю. Соедини ручки, сынок. Заворачивает ручки. Соедини ножки, сынок, коленки сжал, закрутил. Отец берет, сына поднимает. А сын-то что молчит? Ты что, не личность что ли? И кладет его. Все все поняли. Как понимали, не понимали. Правильно, неправильно. Они сделали, как понимали. Бог это видел. Бог этого не допустил. Бог этой жертвы не принял. Вот поэтому Авраам, он друг Божий. Прошло время, и эта жертва, Отец Небесный отдал сына своего сюда. И когда с ним это творили, ну, вам когда ударят, проглотите, а когда ваших детей бьют, как вам будет тяжело? Цена, цена, цена нашего спасения. Они оба страдали, а они оба мучились внутри себя в своих праведных святых душах. Вы понимаете? Иисус Христос сказал, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, заповедь новую даю вам, любите друг друга. Авраам дружил с Богом, а теперь сын его говорит. Сын, это оценка сына. Вы мои друзья, если исполняете. исполняете. А что мы должны делать? Мы должны уметь мыть ноги ближнему. Нет, это не так, как вот в общине есть в 50-нике субботники какие-то смешоные, они перед причастием тазики приносят и друг другу ножки моют. Буквально вот так. Не как заповедь приняли, а как завет, вот такой, понимаете, не как пример. слово ближний, вы знаете, слово ближний на еврите переводится как пасущий, заботящийся, берегущий. Понимаете, то есть мой ближний это по жизни, с кем я пересекаюсь, и вот все вот эти ближние нам даны от Бога с тем, чтобы мы им служили, чтобы они в день посещения Бога могли покаяться. Нам для этого они должны, а для этого надо служить, надо язык свой, характер свой смолчать и доброе дело, дела больше делать, нежели говорить о Боге поведением, понимаете, то есть это это тяжело, но это сделал Христос, Он нас полюбил, когда мы были грешники, Он молился, когда мы плевали на Него, Он говорил, Отче, прости им, ибо не знают, когда-то я такой молитвой не молился, нет, мне ударил один человек по лицу, я не молился, прости его, вот, но я сдержался, я как бы выдержал все, просто в конце сказал, я не могу тебе ответить, потому что я христианин, и как только я это сказал, этот бандит упал на колени, обнял меня, братуха, братан, прости, я не знал, ты святой, понимаете, а мне чего стоило, умертвить свой характер, с Иисусом Христом отождествиться в этой жертве, и все, этот человек, бандит, был куплен на всю жизнь оставшуюся, как так может быть? Вот сила жертвы Иисуса Христа, когда мы ее используем, окружающие, они не могут остаться без Бога познания, поэтому сейчас давайте наши, мои дорогие друзья, братья и сестры, запомним вот это текст, что вы, друзья мои, если, поэтому сегодня эта заповедь нам дается, чтобы мы приняли, обновленных, обновленных сердцах, приняли ее, чтобы после этого выйти и быть такими, чтобы действительно, Христа сказал, это мои, чтобы Отец Небесный с удовольствием смотрел на нас, на жертву Сына Своего, поэтому да благословит нас Господь, помолимся, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И сердце уже радость втрачена, Как говорим, до побачення на небе не будет таким же зрим. А пока что до побачення, И сердце уже радость втрачена, Как говорим, до побачення на небе не будет таким же зрим. А поки що до побачення Хай будет надея на зустріч там Где спокойствием мирным святым сердцем Там будем разом співать щодня А поки що до побачення И сердце уже радость втрачена Як кажемо до побачення На небі не буде таких же змін А поки що до побачення И сердце уже радость втрачена Як кажемо до побачення На небі не буде таких же змін А поки що до побачення